Первой на акцию ОГЭ для родителей в 14-ю Одинцовскую гимназию пришла мама девятиклассника Мария Шалденко. Сегодня она собирается попробовать свои силы в математике. Сама Мария больше гуманитарий и творческий человек, однако сын собирается быть программистом и отлично разбирается в точных науках. Накануне экзамена он повторял с мамой пройденный материал. Он мне показывал примеры со степенями, как я просто немножко подзабыла, неравенство, немножко геометрии. Мы с ним вчера прибежались по всем пунктам, у нас были копии, они в классе делали пробники, а мы с ним вчера немножко порешали. Регистрация, проход через рамку металлодетектора, сопровождение в экзаменационной аудитории. Все строго и максимально приближено к ситуации реального основного госэкзамена. Есть даже медкабинет, в котором дежурят два врача, на всякий случай. Мы максимально приблизили все условия, чтобы родители попробовали и посмотрели всю процедуру проведения. Когда они до входа в пункт проведения экзамена регистрируются, сдают все свои личные вещи, их предупреждают о том, что нельзя иметь звукозаписывающие никакие с собой устройства, нельзя никакие бумажные носители иметь. Все они оставляют в комнате для личных вещей. В этот день открыты только кабинеты, где проходят экзаменационные испытания. Остальные опечатаны. Ведется видеонаблюдение. В аудиториях педагоги проводят для участников акции инструктаж. На партах ничего лишнего. Лишь листки бумаги и орфографические словари для тех, кто сдает русский язык. Участники могут взять с собой очки и необходимые медикаменты. Пользоваться только черной гелевой ручкой. На работу отведено 3 часа 55 минут. Но можно уйти и раньше, справившись с испытанием. Обстановка у нас доброжелательная. Все всегда говорят и детям, и сегодня родителям мы скажем, что все у вас получится, все вы сможете, все вы умеете, все вы знаете. И оценка у вас будет только хорошо и отлично. Проверить свои знания математики решили 10 человек, русского языка – 20. Участники с комфортом разместились в шести кабинетах. Вот эта акция, которая проходит, она для нас, хоть и много очень затратна и хлопотна, но эффект от этого позитивный. В том плане, что родители сами поучаствуют, посмотрят, как это проходит процедура. И, естественно, будут потом инструктировать и давать правильные инструкции на путь для своих детей. В этом году в 14-й гимназии ОГЭ будут сдавать ученики 5-9 классов. Всего 142 гимназиста. В том числе два с ограниченными возможностями здоровья. Готовиться к экзаменам ребята начали с декабря. Для них проводят пробные экзамены. Однако рекомендации от прошедших ОГЭ родителей лишними не станут. Не нужно волноваться, нужно собраться, не паниковать. Потом проверить свою работу еще раз. Сделать и вернуться к началу и проверить, если будет время. Как будто ты учитель, я все время говорю ему. Проверяй, как будто ты проверяешь другую работу, не свою. Будь внимательный. Бывает, да, можно ошибиться в какой-то мелочи. Поспешить, отвлечься, разволноваться. Результаты своих работ участники акции смогут узнать через неделю. В управление образования или организация, которая их направила.